Сельхозпроизводителям Тверской области увеличили объемы государственной поддержки по нескольким направлениям и продлили сроки подачи документов на получение субсидий. Решение принято на недавнем заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Тверская область считается одним из самых перспективных для занятия сельским хозяйством регионов. Однако для того, чтобы эти перспективы становились реальностью, аграриям надо постоянно оказывать поддержку. Одна из основных задач – обеспечить максимально полное и своевременное доведение средств до сельхозтоваропроизводителей. В частности, продлены сроки подачи документов. Чтобы все, кто имеет такое право получить поддержку, воспользовались этим и дали соответствующие указания структурными сельхозами, чтобы они помогли в подготовке документов, максимально помогли и вместе с представителями МФЦ документы передали для получения субсидий, довели средства до самих сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, увеличено финансирование мероприятий по повышению продуктивности в молочном скотоводстве и возмещению затрат на производство молодняка крупного рогатого скота, реализованного на убой. При этом производители получат поддержку по увеличенной ставке. По молоку это 2 рубля 76 копеек, а по мясу 27,50 за килограмм. Выросли объемы средств на возмещение части затрат на уплату страховых премий в области животноводства и товарного рыбоводства. Еще больше средств возместят производителям зерновых при реализации сырья. Порядка 26 миллионов рублей выделят на поддержку аграриев, которые создавали или модернизировали свои предприятия. Кроме того, компенсируют часть затрат на приобретение кормов для молочного стада. Те предприятия, которые работали в отрасле растеневодства, животноводства, производства, проработка молока, получили дополнительную поддержку. Ставки в некоторых случаях увеличены в несколько раз. И также на следующий год принято решение по финансированию растеневодства, включая овощи, это картофель, и ряд направлений по производству зерна и его переработке. Среди других направлений, которых коснулось увеличение объема финансирования, элитное семеноводство, содержание племенного маточного поголовья, стимулирование производства зерновых и зерновобовых. Здесь агрария получит поддержку по увеличенной ставке 850 рублей за тонну. Кроме того, в регионе укрепят материально-техническую базу профильных колледжей. Всего на финансирование указанных позиций в текущем году дополнительно направят 134 миллиона рублей.